Пятый канал представляет Ну всё, можно его отпускать. Так, прикусите вот это. Женя, ты настоящий табил. И шо и лается. Нет, чтобы спасибо сказать. Табибами на Востоке называли врачей широкого профиля. Так что это скорее комплимент. Конечно комплимент. Но комплимент без благодарности ничего не стоит. Ой, Элишер, не надо, не надо. Уберите, пожалуйста. Я не подумаю. А не возьмешь, обижусь. Бери, бери. Нечего кочубряжиться. Вот вы и берите. А как же? Зря, что ли, я тут. Корячилась. До завтра, Женечка. До свидания, Никаноровна. Никаноровна, это вы? Субтитры сделал DimaTorzok Есть кто живой? Валундра. Антонина. Здравствуйте, Николай Геннадьевич. Добро пожаловать. А ты здесь как? Официантка здесь теперь, что ли? Да наша Мурлин-Мурлоа новое помещение под магазин взяла. Вот меня сюда и пристроила, пока там ремонт идет. Проходите, присаживайтесь. Как приятно. Да, всегда чувствовала, что в Палундре не хватает женской руки. Это вам. А ты меня ни с кем не перепутала? Да как можно перепутать того, кто тебе жизнь спас? Пускай даже такой задрипанным. Тонечка, ты прекрасна. И жизнь у тебя замечательная. Чем кормить-то будешь? Хотите шарлотку? Сама пекла. Кстати, хорошо, что не уехала. Молодец. Нечего там делать, в этой культурной столице. А у нас вот хорошо, спокойно. Ну, это как сказать. То убьют кого-нибудь, то ограбят. Вчера вон, на медпункт напали. В смысле? В прямом. Ограбили, лекарства какие-то украли. Женя, все нормально? Да нормально. Правда, всю ночь связанная пролежала, но ее Ника Норова нашла утром. Вы куда, Николай Геннадьевич? А шарлотка? Николай Геннадьевич, подождите! Николай Геннадьевич, а шарлотку так и не попробовали? Я вам с собой упаковала. Что будет вашей Женьке? Значит, примет никаких нет. Я же уже сказала, было темно. Женечка, простите, вы заняты. Я чего-то расхворалась. Галина Ивановна, еще минуточку, хорошо? Хорошо, хорошо. Я смотрю вас. Куда молодой человек без очереди? Нет, больше спросить. Вот это как? Цела? Да, нормально. Спасибо. Кто это был? Ты их знаешь? Нет, не знаю. Не разглядела. От него сильно сигаретами пахло. Да у нас каждый пятый курильщик. Так себе примета. Я вообще-то пострадавшего допрашиваю. Допрашиваю, ради бога. Не мешаю. Значит так, что взяли-то, спирт, наркотики? Так, препараты для сердечников, астматиков, аллергиков, тонометр, шприцы для инъекций и флакон медицинского спирта. Вот, нашел. Тихо. Видимо, ограбители обронил. Из твоих запасов? Похоже на мои. Где нашел? На опушке леса. Покажешь? Сам разберусь. Не мешай работать. Нет, подожди, Капитан. Подожди. Мы с тобой уже определились, что лес это моя епархия. Ну, при чем здесь лес? Ну, это же не браконьеры какие-то, а грабители. И все произошло на моем участке. Значит, разбираться буду я. У вас еще есть вопросы? У меня нет. Только найти следы. Вот и ищите. А у меня пациент. Пойдем. Ой, Женя. Да, вот я тебе помогу. Ну, где-то здесь я нашел ампулы. Только куда дальше, непонятно. Вон сколько тропинок. Затопталось все. Это его окурок, скорее всего. Женя говорил, что он курит. Наверное, полез за сигаретами и здесь я вранил ампулу. Похоже на то. А чего с Женькой-то, кстати? Да ничего. Ой, знаю я вашу ничего. Ну, зря ты к ней привязался. Не выйдет в вас ничего. Я здесь, между прочим, следствием и действием не занимаюсь. А ты? А я тебе помогаю. О, следы. Субтитры сделал DimaTorzok. Я в ход. Полиция! Выходим по одному! Да пошел ты к черту! Упырь! Ружье! Ружье положил! Положил в ружье, я сказал! Лицом в стене! Руки на стенку! Стоим ждем! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Коля! Тош! Стрелять буду! Ну! Давай, гад, стреляй! Хотя бы одному из вас прикончу! Давай стреляй! Видишь же, он чокнутый! Ты нас, сэр, не за тех принял, отец. Это участковый местный, а я лесничий. Ага! Все мы твари заодно! Не надо! Не стреляйте! Не стреляйте, пожалуйста! Не стреляйте! Все хорошо, все хорошо. Я предлагаю всем успокоиться и нормально поговорить. Коля, а ты идиот! Тебя тоже касается. Так вы что? Правда? Нет этих упырей! Мы по делу об ограблении медпункта. Как же вы здесь живете-то? Вот так и живем. Только с печкой беда. Совсем тепло не держит. Видимо, придется в другую избу перебираться. Как в другую? В смысле, это что, не ваш дом получается? Наш. И соседний наш. Вся деревня наша. Потому как кроме нас здесь больше нет никого. Я все-таки не совсем понимаю. Как это так? А вот так. Жили себе, не тужили. И в один день бац, и в дерьме по уши. Вы не обижайтесь на него. Он не со зла. Обманули нас. Обещали дом в обмен на квартиру. А оно вон как получилось. Ну а как же это? Простите. Милиция. Суды, в конце концов. Чтобы судиться, документы нужны. А у нас они сгорели вместе с домом. Через неделю после переезда. Так. Ну ладно. Все. Собирайтесь. Поехали. Погодите. Капитан. На пару слов. Ты что, серьезно собираешься их арестовывать? Да что ты предлагаешь? Отпустят их? После того, что они Женька сделали. Ну ты сначала хотя бы их в медпункт отведи. А то как помрут у тебя в камере, что будешь делать? Ну ладно, собирайтесь. Вы уж простите, что так вышло. Это все от отчаяния. У вас кардиальная астма на фоне постинфарта. Я распишу. Всем улечение. Впрочем, нужные препараты все у вас уже есть. Вам бы не мешало пройти обследование. Да какое ж тут обследование. Я сам все знаю. Рак с метастазами. Так, вы закончили? Я могу выводить? Мне нужно. Я забираю заявление. Здрасте, приплыли. Осмотрели задержанных. Спасибо тебе большое. Ну что ты не притешишься-то, Толь? Слушай, вот у людей документов нет. Ты можешь их пробить хотя бы по учетной записи? Да делать мне нечего. И тем более это не мой участок. Удачи. Спасибо, Толь. Не за что. Спасибо вам. Еще раз простите. Мы, наверное, пойдем. Мне нужны ваши полные данные, чтобы я мог восстановить документы. Желобаков Владимир Ильич, 1952 года рождения. Желобакова Галина Викторовна, 1954 года рождения. Судя по данным кадастра, эти Желокова обменяли свою квартиру год назад на частный дом. А какой там дом? Развалюха форменная, с удобствами каменного века. Которая к тому же еще и сгорела через неделю со всеми документами. А спаслись только потому, что дед бывший военный и вытащил свою жену чудом из огня. Ах, вот оно что. Сделка заключала юридическая ферма «Юристикс плюс». Плохи дела у твоих стариков. Это почему? Не первый год орудует. Заключают сделку, а когда жертва понимает, во что вляпалось, сделать уже ничего нельзя. И по бумагам у них все чистенько. Так спокойно об этом говоришь? А мне ничего другого не остается. С ними никто не хочет связываться. Все, кто пытался судиться, потом забирали заявление. Надо полагать, не без посторонней помощи. Были случаи, когда потерпевшие погибали или пропадали без вести. Слушай, ну а сейчас как-то, ну хотя бы помочь им восстановить документы можно? Это можно. Что-то еще? Да вроде все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, алло. Слушаю. Так. Выезжаю. Сейчас буду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и зачем вы это сделали? Затем. Чтоб, когда сдохну, эти гады век меня помнили. А может быть, я до них еще доберусь. Если успею. Вопрос к доктору. Насколько все это серьезно? Шансы есть? Может и есть. Только нужно полноценное обследование и наверняка операция. А у нас ведь очередь на несколько лет вперед. Нет, шербятки. Моя песенка спета. Вы лучше о жене позаботьтесь. Я подумаю, как можно помочь. Продолжение следует... Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Загреваем, вроде бы, поздноватого. С военками. Рановато. Здорово. Что вы здесь? Здравия желаю, товарищ полковник. Рад, что у вас хорошее настроение. У нас как-то не очень. Что случилось-то? Ночью троих похитили. Благодаря показаниям свидетелей удалось восстановить машину и даже отследить маршрут. Ну, и вот, судя по всему, где-то здесь они свернули в лес. Ну, по следам вроде глуханка. И что ждете? Подмоги. Ну, куда я на своих позатерках? По метров через сто сядем и все, приехали. Я уж думаю, может, пешком идти. А что тут думать? След брать надо? Пока свежий. Потом они на колесах тоже недалеко уйдут. Ну, что, двинем? Так, остаешься за старшего. А остальные за мной. А кого похитили-то? Что за люди? Двух юристов и нотариуса из компании «Юристикс». Плюс, собственно, они и есть владельцы этой компании. Да ладно, ничего себе. А что такое? Я вот обнаружил двух стариков, так вот эти самые юристы их на квартиру кинули. Лобанов должен был обращаться к вам за помощью. Восстановить документы. А кто похитил? Развиваемые есть? Пока нет. Но, судя по биллингу, пробили один номер, а там уже дозвонились остальным двоим. И еще кто-то пытался спалить их офис. Слушай, а вот эти твои старики-разбойники часом не при делах? Слушай, они обыкновенные, брошенные пенсионеры. Они подразделения «Дельта». Поэтому эту версию сразу отметаем. За них и заступиться-то некому. Черт, воспаление. Грамота, грамота. Так, бойцы, ищем следы. Говорил же, далеко не уедут. Нашел что-то? А, зажигалку обронил. И давно ты куришь? Да не курю я. Костры развожу. Греться ж надо. Есть след! Молодчик, молодчик. Я ж говорю, профессионалы. Чувствуется организация. Ведь даже из нашего светлодерска так просто незаметно не уйти. А что думаешь? Ничего не думаю. Думаю, что след отрабатывать надо. Может, это хорон? А кто еще мог под волом это устроить? А я говорил, с ним так нельзя. А? А что ж ты сделку тогда заверил? Вот и молчи, тряпочку. Внимание, обвиняемые. Юровских, Игорь Иванович. Столбова, Валентина Юрьевна. Ксенофонтов, Алексей Николаевич. Вам предъявляется обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в особо крупных размерах. Злоупотребление должностными полномочиями. Дача взяток и подкуп должностных лиц, а также покушение за участие в убийствах двух или более лиц при отягощающих обстоятельствах. Ваше дело будет рассмотрено в особом порядке, после чего будет вынесен справедливый приговор. Ну, конечно. Справедливый приговор? Серьезно. Что вам надо? Где ваш хозяин? Слушайте, вы, клоуны, а? Может, закончим этот цирк? Вам вопрос задали? Ну, смотри, машину они бросили вот здесь. И в них есть всего два направления. Первое – это вот сюда, в сторону шоссе. Второе – вот сюда. Значит, они сели где-то в этом районе? Ну, скорее всего, да. Потому что до шоссе-то они вряд ли дошли с их грузом. По этому сложному религиеву местности здесь скалистые породы и болота. А вот сюда, скорее всего, они и пошли. Это наиболее вероятное направление. Ну, значит, завтра с утра пораньше в первую очередь проверим эти места. У тебя выпьес есть? Голова болит. Ну, иди, вообще, что-то для дорогих гостей припасено. Вообще, по-хорошему, конечно, надо было бы жестко оцепить весь квадрат и просто его прочесать. Кого-то еще на ночь принесло. Ух ты. Любопытно. Здорово, мужики. Здорово. Со мной опергропа и патрульные. По идее людей должно хватить. Поехали? Куда? Как куда? Злодеев брать. Каких злодеев? Которые юристов похитили. По пути расскажу. Поехали. Я не понимаю, какого черта он это устроил? Какой суд? Ну, что ты не понимаешь? Поиграться с нами хочет. И скажи спасибо, что не пытают. А что, могут, да? Внимание, подсудимые. Ваше дело рассмотрено в закрытом заседании. И сейчас вам будет оглашен вердикт суда. Встать. Вы признаны виновными по всем пунктам предъявленного обвинения. Таким образом, по совокупности совершенных преступлений, а также с учетом тяжести содеянного, вам назначена исключительная мера наказания. Смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение завтра на рассвете. Да я-то тут при чем? Я взяток не давал, тем более никого не убивал. Я вообще был не в курсе их дел. Что? А свои гонорары ты получил за красивые глазки, да? Хотите, я вам денег дам? Вы скажите Харону, что я сбежал, умер, и вы меня закопали. Я тебя сейчас сам закопаю. Любая попытка попить охрану или оспорить решение суда попечет неминуемое наказание. Подумайте, какой смысл нас убивать? Это ничего не изменит. Они просто нас хотят забугать, чтобы мы были посговорчивы и все. Мы опустили его на бабки. А он этого не прощает. Ну и что это за таинственный злодей такой? Некто господин опарин по кличке Харон. С криминала? Да, у него несколько сроков за разбой в прошлом. Но теперь он допропорядоченный бизнесмен с хорошими связями. Только бизнес у него специфический. Захват чужого имущества с последующей перепродажей. А с чего ты решила, что именно он попутил этих троих? Месяц назад с помощью Юристикс Плюс опарин отжал один в заводе. Но оказалось, что он уже куплен одной госкорпорацией. И даже связи Харона не хватает, чтобы с ними напрямую утягаться. То есть этот Юристикс Плюс подсунули ему заведомо проблемный актив? Точно. А зная репутацию Харона, эти трое могут быть уже мертвы. Ты же сама сказала, что он теперь добропорядочный бизнесмен. То, что он до сих пор на свободе, это не его заслуга, а наша недоработка. А это мы исправим. Там несколько коттеджей. Банька, приват и все удовольствия. Но ближе подъезжать не стоит. Боишься, что пусть этот собега? Это вряд ли, но с его охраной побозиться придется. Так что уж лучше внезапно. Ну, внезапно так внезапно. Привет, братва боевая! А туалет здесь я не подскажешь тебе? Давай вали отсюда! Лежать, лежать! Стоять! Что ж, не скрою, у меня есть претензии к этим козлам. Скажу больше. Я намерен их очень жестко наказать. Но ведь есть же законные методы. Похищать-то зачем? Ах, вон оно что. Дайте угадаю. Вы собирались, но вас опередили. Я сто раз такие сказки слышала. Не собирался. Вы что мне сказали? Есть законные методы. Тем не менее, Юровских столбов и ксенофондов похищены. А у вас оставалось всего пару дней, чтобы аннулировать сделку, так? Еще позавчера я выкупил этот чертов завод. Так что никаких проблем с госкорпорацией у меня больше нет. А значит, и смыслом похищать этих придурков. А вот боюсь, что это придется доказать. Или... Или нам придется допросить вас здесь и сейчас. Официально. Естественно, с видеофиксацией. Шантаж? Это нормально. Но не в этот раз. Там вот мой портфель. Не сочтите за друга. Это оригинал договора на покупку завода. Да, очень дорого. Но моя репутация дороже. Да чтоб тебя. Кстати, надеюсь, у вас были очень веские основания, что вы так бесцеремонно прерываете мой отдых. Я-то переживу. А вот и у вашего руководства могут возникнуть вопросы. Внимание, осужденные. Вам дается шанс смягчить вашу участь. Но это возможно лишь при выполнении двух условий. Невыполнение любого из них влечет в незамедлительное исполнение ранее вынесенного приговора. Первое условие. Вы должны возместить ущерб в размере 140 миллионов рублей, причиненный вашими неправомерными действиями. Срок уплаты 12 часов. А где мы такие деньги возьмем, если мы тут сидим? Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что делаешь? Пиши номер с его учетом. Ты что, сдурела, если они тебя попросят руку отрезать или детей своих убить? Не хочешь, не пойти. Вот здесь код доступа. Там даже больше, чем моя доля. Подождите. А можно на начало хотя бы второе условие узнать? Да, я понял, понял. Да, я понял, понял. Да уж. Лей прямо по-крупному. Завтра парень накатает телегу начальству и ставит нам по самой небалуй. Не нам, а вам. Раз уж вляпались, так, может, возьмемся за руки, друзья? Согласен. А что ты предлагаешь? Нам срочно нужен результат. Не нам, а вам. Нам нужен мозговой штурм. Итак, что мы знаем о похитителях? Работают четко, жестко. Лица на камеры не попали. Судя по всему, какие-то профессионалы. И судя по тому, что не оставили никаких следов, это бывшие военные или силовики. И они хорошо ориентируются в лесу, знают, где спрятаться. Значит, это кто-то из местных. Я знаю кто. Это я. Ориентировка совпадает на сто процентов. Очень смешно. Слушай, ты уже просчитала одного подозреваемого. Спасибо. Так вот, хватит гадать. След нужно прорабатывать. У нас же был план. Да, но у нас людей не хватает. Так объяви план перехват. Набери ровно столько, сколько тебе нужно. Ты замначили, ты дырка от бублика. Я без санкций шефа не могу. Значит, будут санкции. Поехали. С Богом. С Богом. Вы где тихо? Что-то хотелось, чтобы здесь были кругом посты и видеонаблюдения цивилизации. Максимум пару наблюдателей. Кто непосредственно у Сахарова. Ну что, начнём? Внимание, группа. Работаем. Начать движение. Интересно, что здесь раньше было? Каневский лагерь или база какая-то. Значит, должна быть дорога? Ещё нет смыла. Теперь только пешком. ВЫСТРЕЛЫ Не стрелять! Ничего не стрелять! Не стрелять! Живые возьмём. Внимание, группа! Во вход! Отсюда стрелял. Я к нам в отход. Нужно прочитать лагерь. Возможно, здесь его не бросили. Похищен. Внимание, группа! Распределяемся! Прочёствуем лагерь! В подвале недалеко нашли какой-то мусор, остатки еды. Но пленников с ней нет. Видимо, это был какой-то перевалочный пункт. Ну, кстати, не факт ещё, что эти остатки от наших гладеев. Потому что кто здесь только не шатается. Всякие контрабандисты, наркоманы. Товарищ Мэр, разрешите доложить? О, а это что за? Явление такое. Каким ветром-то? Я вообще-то добровольцем. Началось-то на моём участке. Медпункт, потом бомжи. Да не суть. Вот, нашёл. Метров пятьсот отсюда. Юридическая компания «Юристикс плюс». Генеральный директор Столбова Валентина Юрьевна. Молодчик? Наверное, пленники пытались указать направление. Касаю направление, чисто логически, географически оно здесь одно. Вот это. Могли пройти только через болото. Ну, а тропу через него знаешь? Такое количество квадратных километров в моих владениях, товарищ капитан. Всех труп знать не манул. Ну, по этой пройти можем. Правда, с этой аравой вряд ли получится. Ну, так давайте втроём. А там, если что, подмогу позовём. Нет, нет, нет. Я так больше не могу. Мы же, мы же выполнили первое условие. Что они делают? Где второе? Ну, не торопись. А может оно будет такое, что тебе будет проще повеситься? Да, или его вообще не будет. А я не хочу умирать. Это все ваши дела. Взятки и сделки с недвижимостью. Мошенники. Да молчи ты, урод! Ай! 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 Не-не-не! Я все, я все передумал, я все подпишу. Где моя ручка? Где моя ручка? А где моя? Как думаешь, они еще здесь? Может, уже и ушли, если прочехали, что у них на хвосте. На промере-то надо? Согласен. Я пошел. Вот здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опоздали, да? Да, судя по всему, их здесь и держали. Поняли бы только, кто это сделал. А это что? Похоже, на чистосердечное признание о совершенных преступлениях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толя! Ну, что у тебя? Ушел, гад. Все, пойма на него спустил. Шустрый, как заяц. Ты хоть, хоть попал в него? Да черт его знает. Но то, что он за нами пас, это сто процентов. Ну, от нас это пас. А ты его пустил. Да ну тебе, Коля. Ушел. Ну и… Кэс Кэсэ? Я хочу, чтоб найти деньги. Ты купил несколько квартир и от имени администрации вручил их этим людям. А кто это? Старики. Несчастные, обманутые. К сожалению, это только те, кого мы смогли установить. На самом деле их намного больше. Понятно. Клиенты юристикс плюс. Кстати, вчера похитители их освободили, а сегодня всех троих арестовали. Значит, высшая справедливость существует. Коля, Коля. Угощайтесь на здоровье. А если еще что-нибудь нужно, зовите. Спасибо, Таня. Да. Удачненько. Чуть башку мне не подырел. А если бы чуть ниже взял. Реализма добавить хотел. Меня убедил. Ну, а ты? Чего ты лованулся обратно? Чуть все обед не испортил. Так я это, парсикар где-то посеял. Подумал, когда этих старожил. А тут вы. Значит так бросаем курить драм-кружок. Один парсикар посеял, другой зажигалку. Детский сад. Да ладно, Коль. Главное дело хорошее сделали. Одних наказали, другим помогли. На том свете зачтется. Сплюнь. Кто делить будет? Обидеть хочешь. Что я, рыжий что ли? Лучше Женьке доктору отдать. И то толку больше будет. Точно. Лучше пусть зубное кресло купит. А то на кушетке неудобно. Да. Кстати, как там это? Уже лако взял? Да, кстати, все неплохо. Женька по своему каналу взяла доктора. Он, скорее всего, операцию будет делать. Вы сказать ничего не хотите? Что случилось-то, Толя? Вот что случилось, Коля. Ну, садись тогда. Ну, наливай тогда. Э, а как же я? А ты наказан. Скорее. Аnes Малois Скорее притνηana в Т bothersом По вот как вам нельзя. Продолжение следует...